живописный пейзаж в дымке облаков простирается до самого горизонта в окрестных деревнях из игуана длинные проселочные дороги превращают жизнь в настоящую полосу препятствий каждое утро преодолевая трудности и бросая вызов непогоде небольшие группы школьников чьи хрупкие силуэты сливаются с окружающим ландшафтом отправляются в школу по тропкам и испещренным ухабами дорогам устав некоторые из них оставляют этот путь и выбирают себе другую судьбу монтасар чье имя в переводе означает победитель это живой и полной решимости ученик 6 класса местной начальной школы каждое утро он внимательно всматривается в небо чтобы определить какая будет погода перед тем как по бездорожью отправиться в свою начальную школу эльхмира сауаф провинции загуан так начинается его новый день полный испытаний но ничто не способно остановить монтасара от дома до школы я иду три километра пешком обхожу препятствия находя протоптанные тропинки я никогда не пропускаю занятия в школе что бы ни случилось и какая бы ни была погода занятия начинаются с поднятия флага а Образование в Тунисе тесно связано с социальной эмансипацией. С момента обретения независимости тунисский народ выбрал для своей страны путь к совершенству и сделал обязательное и бесплатное школьное образование основой своей политики. Школьники начинают обучаться с шести лет. Благодаря закрепленному в Конституции праву на образование школьным обучением охвачено 99% детей. Сегодня на образование выделяется более 20% государственного бюджета. Школа и школьное питание неотъемлемо связаны друг с другом. Около 2,5 тысяч столовых обеспечивают ежедневное питание примерно 240 тысячам учащихся начальной школы. Питание предоставляется 120 дней в году. Государство выделяет из бюджета 24 миллиона динаров, то есть 800 миллим на одного учащегося в день. Для некоторых родителей со скромным достатком школьное питание является жизненно важным элементом, от которого зависит продолжение учебы их детей. Без столовой нет школы. Для большинства учеников в сельских районах школьное столовое остается единственной возможностью обеспечить им правильный и полноценный рацион. Это относится и к Монтасару, и его одноклассникам. От того, насколько полноценно они питаются, зависят их академические успехи. Амель отвечает за столовую в школе Эльхмира. Сегодня она приготовила горячий обед – фасоль с курицей. Амель получила эту работу благодаря государственной программе по увеличению рабочих мест в сельских регионах Туниса. Однако лишь некоторые школы могут предоставить горячие обеды. Почти 80% подают бутерброды с йогуртом или фруктами. Такого обеда едва хватает для того, чтобы иметь достаточно энергии в течение дня. А ведь это так важно в сельской местности, где день начинается очень рано. Особое внимание школьному питанию уделяется в начальной школе Жраду в провинции Загуан. Школа была основана в 1937 году и насчитывает 160 учеников, из которых 64 девочки. Приусадебный огород снабжает столовую свежими, экологически чистыми овощами. Эта инициатива принадлежит директору школы Адель Мелледу и поддерживается учителями и региональным министерством сельского хозяйства Загуана. Мы выполнили несколько проектов, в том числе и этот сельскохозяйственный проект, который обеспечивает столовую овощами и дает возможность детям научиться выращивать овощи и фрукты и сажать деревья. Излишки продукции идут на продажу, а доход поступает в кассу Ассоциации по развитию школы. Сегодня на обед сытный кускус, приготовленный из свежих овощей со школьного огорода, собранных учениками, которые делают это с большим энтузиазмом. Есть чем гордиться. Овар Сумейя Шабен очень старалась в приготовлении обеда. Я работаю в начальной школе, где готовлю горячие обеды. Школьный огород является примером для подражания. И такой опыт нужно перенимать. Как учительница начальной школы в Гбалатте, я могу оценить важность школьных обедов. Особенно в сельской местности, где большинство семей имеет скромный достаток. Школьный обед обеспечивает гарантированное посещение школы. Мне бы очень хотелось, чтобы рацион улучшался, и его питательная ценность повысилась. Я обращаюсь к нашим потенциально заинтересованным лицам и фермерам, призывая их помочь улучшить качество школьного питания. При поддержке Всемирной Продовольственной Программы ООН и нашего партнера, Российской Негосударственной Организации Института Траслевого Питания, правительство Туниса одобрило стратегию школьного питания. При помощи этой стратегии школы становятся центром общин. Дети изучают, как правильно питаться и как растить фрукты и овощи в предусадебных хозяйствах школ. То, что мы смогли сделать в школе Жраду, может быть сделано и в других школах Туниса. Благодаря этому все дети начальных школ этой страны смогут правильно питаться. Наш Институт отраслевого питания – это негосударственная и некоммерческая организация, которая находится в Москве и занимается разработкой и внедрением программ школьного питания. В прошлом году общими усилиями были подготовлены такие важные документы, как диагностика состояния школьного питания в Тунисе, был проведен семинар САБЕР, посвященный этим вопросам, проанализирована стоимость программ школьного питания и разработана, самое главное, стратегия устойчивого развития школьного питания в Тунисской Республике. И давайте будем помнить, что дети Туниса, как и любой другой страны, составляют примерно 20% его населения, но от них на 100% зависит будущее этой страны, будущее Тунисской Республики. Баракалуфик, спасибо. ВПП – программа Организации Объединенных Наций, которая располагает более чем 50-летним опытом в области школьного питания. Эта организация работает в тесном сотрудничестве с правительствами многих стран, обеспечивая техническую поддержку усовершенствованием в области школьного питания. Для того, чтобы обеспечить здоровое школьное питание, правительство вместе с международными организациями, местными и международными НПО, а также частными компаниями, должны объединить свои усилия. Это будет способствовать координированным и целеустремленным действиям, которые принесут пользу для школ и детей Туниса. От этого зависит устойчивость образования и будущее Туниса. Монтасар подает пример. Он строит планы на будущее не только для себя самого, но и для общества. Я учусь для того, чтобы когда вырасту, стать врачом. Я выбрал эту профессию, потому что смогу помогать бедным людям и лечить болезнью. А так я буду младенцем флюсы, и даю им бедяще. А пока Монтасар нуждается в поддержке, чтобы продолжить свой путь и стать самостоятельным человеком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok